Девушки отдыхают И какой признак Твоего пришествия и кончины века? Сегодня мы будем рассматривать очень важную тему — Третья мировая война. У нас не может быть никаких сомнений относительно неизбежности этой войны. Она предсказана в Библии, так что она непременно будет. Это будет самая большая война в истории человечества. Давайте сейчас прочитаем пророчество об этой страшной войне. Откровение, глава 9, стих 15. «И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей». Обратите внимание на количество жертв. Треть всех людей. «Умертвить третью часть людей». Это невероятно. У меня в голове не укладывалось, как такое может случиться. Я решил перепроверить это число, поэтому начал исследовать греческий оригинал и разные переводы Библии. В одном говорилось так. «Они убили треть всех людей». В другом так. «Погубили третью часть человечества». В третьем так. «Умертвили третью часть людей». В четвертом так. «Убили треть людей». Я перечитал около 20 разных переводов, «Когда я окончил, то пришел к выводу, что Библия однозначно говорит о том, что Третья мировая война унесет жизни третьей части человечества. И освобождены были четыре ангела для того, чтобы умертвить третью часть людей». Чтобы осмыслить это пророчество, сделаем небольшой исторический обзор. До 20-го столетия не было ни одной войны, на которой погибло миллион человек. Потом наступила Первая мировая война 1914-1918 годов. 8 миллионов 200 тысяч погибших. Ее прозвали Великой войной. Мир сказал, «Такого больше не повторится». В 6 тысяч лет жили и не знали ничего подобного. А тут на тебе война, которая унесла жизни миллионов. Впоследствии для предотвращения таких чудовищных войн была создана Лига Наций. Но уже через 20 лет разразилась Вторая мировая война. В этот раз погибло не 8, а 52 миллиона человек. «Казалось, что человечество сошло с ума». Как остановить это сумасшествие? И тут мы придумали ООН. Мы надеялись, что ООН все исправит. Но не тут-то было. Приближается еще одна война, на которой погибнет не 8 миллионов, и не 52 миллиона человек. Эта война унесет жизни более 2 миллиардов человек. В 40 раз больше, чем Вторая мировая. И освобождены были 4 ангела для того, чтобы умертвить третью часть людей. Это будет самая ужасная война. Я не могу с точностью сказать, когда она произойдет. Вполне возможно, что даже в этом году. Чуть позже вы узнаете, почему я так говорю. Я расскажу вам, что Библия говорит на этот счет. Только задумайтесь на минутку. Постарайтесь себе это представить. 6 тысяч лет человеческой истории и ни одной войны, на которой бы погибло миллион человек. Наступает 1914 год, и погибают больше 8 миллионов. С 1939 по 1945 год погибают 52 миллиона человек. Следующая война уничтожит жизни более 2 миллиардов человек. Это уму непостижимо. В настоящее время уровень нашей образованности не имеет равных в истории. Каждые два года база данных человеческих познаний удваивается. По-моему, все наши знания лишь помогают нам убивать умнее. Число разводов растет, количество самоубийств растет, тюрьмы не способны вместить всех преступников. Мы научились быть более умелыми убийцами, да и только. В Откровении 9 Библия указывает на очаг Третьей мировой войны. Это пророчество о шестой трубе. «Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу. Освободи четырех ангелов, связанных при Великой реке Ефрате. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей». Итак, где начнется война? У реки Ефрат. Библия говорит, что эти ангелы были связаны у Великой реки Ефрат. Ангелы — это духи. Библия говорит, что ангелы — это духи, посланные служить тем, кому предстоит получить спасение. Однако ангелы у реки Ефрат — недобрые. Вам известно, что треть всех ангелов воспротивилась Богу и пошла вслед за дьяволом. Треть всех ангелов — злые. Ангелы у Ефрата — из числа злых. Откуда нам это известно? Потому что они были связаны. Когда же их развяжут, их заданием будет убить треть человечества. Давайте вспомним расположение Ефрата. Ефрат начинается на севере Турции. Протекает через Сирию и северную границу Ирака. 60 или 70 процентов реки протекают вдоль Ирака, где в настоящее время расположены американские военные. С 2003 года, когда американские войска вошли в Ирак, Ефрат превратился в зону боевых действий. В конечном итоге, Ефрат впадает в Персидский залив. Согласно Библии, Третья мировая война начнется именно оттуда. Это значит, что война вот-вот начнется, если уже не началась. Давайте посмотрим на карту. Следите вместе со мной. Желтая линия начинается на севере Турции, проходит через Сирию, потом через Ирак и приближается к Ирану. В настоящее время назревает конфликт с Ираном. Ирак по-прежнему остается зоной военных действий, хотя нас стараются убедить, что там почти все уже в порядке. Но там по-прежнему каждый день взрываются бомбы. И дальше мы встречаем Афганистан и Пакистан. Третья мировая война начнется именно в этой области. Война затронет большую территорию мира, потому что количество погибших будет превышать 2 миллиарда. В настоящее время численность населения планеты почти 7 миллиардов человек. Кто именно будет участвовать в этой войне? Покойный лидер Китая Мао Цзэдун в своем дневнике хвастался, что он может выставить 200-миллионную армию. В 16 стихе пророчества говорится, численность конных войск была 200 миллионов. Это число я сам слышал. Поразительно, что этот китайский атеист и безбожник назвал точное число, которое упоминается в Откровении 9.16. Он так и сказал, «Мы сможем выставить 200 миллионов солдат». Библия говорит, что именно столько будет конных войск. «Означает ли это, что Китай будет одним из участников этой войны?» Вполне вероятно, хотя с точностью утверждать нельзя, потому что на сегодняшний день есть еще два игрока, которые обладают армией в 200 миллионов человек. Население исламского мира составляет полтора миллиарда человек. Население Китая — 1 миллиард 300 миллионов. Если мусульманские страны объединятся, то они спокойно соберут армию в 200 миллионов человек. Численность населения Индии составляет приблизительно 1 миллиард 100 миллионов человек. Так что при желании и Индия могла бы собрать 200 миллионную армию, хотя она не играет на мировой арене такой активной роли, как исламская коалиция или Китай. Мы не можем отбросить исламскую коалицию, потому что война начнется на берегах Ефрата, каждый сантиметр которого находится под контролем исламских наций. Так кто же будет участвовать в войне? Можно сказать почти с полной уверенностью, что одной страной будут США, потому что на сегодняшний день на берегах Ефрата расположены 145 тысяч американских военных. Кроме того, США имеют ядерное оружие, способное погубить более 2 миллиардов человек. Для того, чтобы погибло такое большое количество людей, необходимо много боеприпасов. Во время самой большой войны погибло 52 миллиона, а мы говорим о числе, которое в 40 раз больше. Вне всякого сомнения, это будет ядерная война. Лично я в этом твердо убежден. Интересно, а когда начнется Третья мировая война? Есть ли какое-то указание на время? Оказывается, что есть. Война произойдет перед Великой Скорбью, а Великая Скорбь начнется за 3,5 года до Армагеддонского сражения и Второго пришествия Христа. Я знаю, что многие люди считают, что Великая Скорбь начнется за 7 лет до Армагеддона. Но это ошибочное мнение. Позвольте привести вам доказательства. Некоторым из вас, особенно тем, кто верил в 7-летнюю Великую Скорбь, это будет интересно. Я приведу отрывки Писания, которые ясно говорят о том, что Великая Скорбь продлится 3,5 года. Если хотите верить в 7-летнюю Великую Скорбь, верьте. Однако Библия однозначно говорит о 3,5 годах. Прочитаем Даниила 7,25. «До времени и времен и полувремени». Речь идет о продолжительности войны Антихриста со святыми Божьими. Время — это один год, времена — два года, полувремя — полгода. Откуда мне это известно? Из другого пророчества, которое говорит о том же, но другими словами. В Откровении 13,5 говорится об Антихристе и о власти, которая была дана зверю на 42 месяца, господствовать и вести войну со святыми. В Даниила 7,25 сказано «До времени и времен и полувремени», а в Откровении 13,5 — 42 месяца. В Откровении 12,6 написано, что дракон будет сражаться с женщиной, то есть с Израилем, 1260 дней. Сколько же это? Это 3,5 года. Каждый раз период Великой Скорби на страницах Библии составляет 3,5 года. Даже Иисус говорил о мерзости запустения. «Когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, ибо тогда будет Великая Скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет». Иисус сказал, что Великая Скорбь начнется с мерзости запустения. В Даниила 9,27 говорится, что мерзость запустения начнется посредине последних семи лет. Получается, что все библейские отрывки, в которых обозначено время Великой Скорби, указывают на 3,5 года. Библия говорит о семилетнем отрезке, но первая его половина вовсе не будет скорбью. Великую Скорбь составят последние 3,5 года. Откуда нам известно, что эта война произойдет перед самым началом Великой Скорби? Из книги Откровения. В 9 главе мы читаем пророчество о 6 трубе, а уже в 10 главе мы читаем о начале Великой Скорби. Давайте обратим внимание на 10 главу. Откровение, глава 10, стихи 1 и 2. «И видел я другого ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая. И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю». Подобное описание встречается в Библии дважды, и каждый раз указывает на начало Великой Скорби. Прочитаем стихи 5 и 6. «И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет». Фраза «времени больше не будет» не совсем точно переведена, потому что уже в 11 главе мы читаем об отрезке в 3,5 года, а позже в Откровении говорится о другом отрезке в 1000 лет. Там, где написано «времени уже не будет», другой перевод говорит «не будет больше задержки» или «не будет больше отсрочки». Это указывает на поворотный момент в истории. Сразу после этого мы читаем интересное описание пророчества об измерении храма, который будет попираем язычниками в 42 месяца. Это важное указание. Вот ангел поставил одну ногу на море, одну на землю и заявил, что задержки больше не будет. «Сразу после этого мы попадаем в последние 42 месяца». В Откровении 11.3 говорится о двух божьих свидетелях, которые будут пророчествовать 1260 дней. Итак, оба этих отрывка указывают, что как только ангел поставит одну свою ногу на землю, а другую на море, тогда начнутся последние 3,5 года, известные нам как «Великая скорбь». В главе 9 мы читаем о шестой трубе, которая возвещает Третью мировую войну. В главе 10 мы читаем о начале Великой скорби, а глава 11 повествует о последних 3,5 годах. 11 глава оканчивается описанием последней седьмой трубы. «Царство мира стало царством Господа нашего и Христа Его». Об этом также говорится в Ветхом Завете, в 12 главе Даниила. Обратите внимание на все схожести. Стих 1. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего». Это указание на народ Израиля и Даниила. И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Это не что иное, как указание на великую скорбь. Когда Иисус описывал великую скорбь, Он сказал, «Таких бед, как в то время, не было от начала мира до ныне и никогда больше не будет». Это описание одного и того же. Даниил говорит, «И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». Итак, нам ясно, что Даниил рассказывает о великой скорби. В той же 12 главе, в стихах 6 и 7, мы читаем, «И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки, когда будет конец этих чудесных происшествий?» Другими словами, «Когда окончится великая скорбь?» «И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами, помните, что одна нога ангела будет на воде, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки». Это та же клятва, что и в Откровении 10. «Клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени, три с половиной года, заметили одинаковость в терминологии?» Даниила 12 и Откровение 10 говорят об одном и том же. «И по совершенному низложению силы народа святого все это совершится. Это указание на победу Антихриста». Так когда будет конец этих чудных происшествий? К концу времени и времен и полувремени, через три с половиной года. Итак, что мы здесь видим? Мы видим, что эта война начнется в Откровении 9. Она убьет треть человеческой расы. Потом начнется Великая Скорбь. Таких бед, как в то время, не было от начала мира до ныне и никогда больше не будет. Мы не знаем точно, за какое время до начала Великой Скорби начнется эта война. Она может произойти и за два года до начала Скорби, и за четыре, и за пять. Об этом нам не сказано. Однако последовательность событий нам изложена точно. Чтобы избежать путаницы, давайте выстроим хронологическую цепь пророческих событий. Рассмотрим, что и как произойдет. Нам известно, что после шестой трубы начнется война, после которой будет подписано мирное соглашение между странами Ближнего Востока. Библия называет это «подтверждающая клятва». Когда будет подписан мирный договор, тогда раз и навсегда будут установлены границы Израиля. Храмовая гора будет передана под международный контроль, что наконец-то позволит евреям построить храм. С постройки храма начнется отсчет последних семи лет, предшествующих Армагеддону и второму приходу Иисуса Христа на землю. Итак, шестая труба прозвучала, и война отгремела. На Ближнем Востоке наконец-то воцарился мир. Вскоре после подписания мирного договора в первые три с половиной года будет сооружен еврейский храм. Похоже, что храм будет построен именно в первые три с половиной года. В двух или трех местах Библия говорит, что Израиль построит свой храм на Храмовой горе. Итак, храм построен. Теперь евреи возобновляют практику приношения в жертву животных. Когда они начнут приносить жертвы, активисты по защите прав животных поднимут много шума и выступят с протестом. На фоне храмовых жертвоприношений обстановка в Израиле чрезвычайно накалится. Это не мое предположение. Библия ясно говорит именно о таком повороте событий. В Библии сказано, что после общественного недовольства Антихрист отменит практику жертвоприношений. Он положит конец ежедневным жертвоприношениям. Библия говорит об этом по крайней мере три раза. Антихрист не только отменит жертвоприношения, но он посягнет на распоряжение храмовой горой. К тому времени храмовая гора будет считаться международной территорией. Правительство США уже предложило, чтобы ее передали под международный контроль. Они уже сказали, передайте Иерусалим и храмовую гору под контроль международной общественности, и все споры будут решены. Похоже, что в самый разгар хаоса и конфликтов, связанных с принесением жертвы животных, Антихрист встанет на храмовой горе и заявит, «Я здесь главный, последнее слово будет за мной». Библия называет это событие мерзостью запустения, потому что всемогущий Бог сказал, что Его имя будет пребывать в Иерусалиме и на храмовой горе. Суть мерзости будет в том, что Антихрист займет место самого Христа, а сатана поставит себя на место всемогущего Бога. Снова и снова Библия называет это мерзостью запустения. Согласно Библии, мерзость запустения откроет сущность Антихриста, но не всему миру. Большая часть мира так и не узнает, что это Антихрист, но люди, которые ходят с Богом и изучают библейские пророчества, узнают его. Итак, на сцене появляется Антихрист, вождь всего мира, ответственный за великую скорбь. Помните, что Иисус сказал о мерзости запустения? «Когда вы увидите на святом месте мерзость запустения, тогда начнется великая скорбь, какой не было со дня сотворения мира, до ныне не было и не будет». Именно в начале великой скорби будет введено начертание или печать зверя. «В это время каждый житель Земли должен будет заявить о своей преданности Антихристу и его правительственной системе. Тогда каждому человеку понадобится клеймо или число зверя, без которого нельзя будет ничего ни купить, ни продать. Это будет продолжаться 3,5 года, время великой скорби и господства Антихриста». Помните, что в Откровении 13,5 сказано, что ему будет дана власть на 42 месяца, после чего состоится Армагеддонское сражение. Вот мы и окончили обзор пророчеств. На следующем занятии мы более подробно рассмотрим, какие страны примут участие в Третьей мировой войне. Лично мне это интересно. Также мы рассмотрим, как будет выглядеть мир без трети населения, которое погибло в результате войны. Поверьте, их будут хоронить бульдозерами. Мы также продолжим выстраивать хронологическую цепь развития событий и выясним, какие страны будут ключевыми игроками в правительстве Антихриста. Библия дает точный ответ на этот вопрос. На следующем занятии все наши ответы мы будем черпать именно из Библии. Библия называет конкретные нации, которые войдут в мировое правительство. Но самое главное, мы рассмотрим судьбу Соединенных Штатов и Израиля. Каким будет правление Антихриста? Неужели он будет настолько могущественным, что никто не сможет ему противостоять? Как это все отразится на вас? Как это отразится на мне? Ответы на все эти вопросы мы найдем во второй части этого удивительного пророчества. Итак, Третья мировая война. Будет ли она? Обязательно. Можно ли ее предотвратить? Никак. Она предсказана на страницах Библии. Что же нам остается делать? Мы тоже об этом поговорим, потому что нам нужно знать, как вести себя в столь критическое время. Эта информация касается каждого из нас. Не пропустите следующие части занятия Третья мировая война.